О героизме советских солдат, о мужестве и любви к родине говорили сегодня и на уроках памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», которые прошли во всех школах района. В школе номер 8 урок памяти прошел в музее, оборудованном в одном из кабинетов. Ребятам рассказали об истории праздника, о том, как был создан мемориальный комплекс неизвестному солдату в Москве и кто там похоронен. Школьники рассказывали стихи, посвященные героям войны, подготовили рисунки, изобразив на них неизвестных солдат, а также читали настоящие письма фронтовиков. Я люблю жизнь. Мне исполнилось только 21. Я презираю смерть, но я ее приму, не раздумывая. Ради жизни будущего поколения нашей страны. Быть может, я умру в неравном бою, но мое имя, имя красного офицера, не умрет. Поколение, за которого я не жалею жизни, напишет его золотыми буквами на страницах истории Великой Отечественной. В поселке Садовом, где находится школа, тоже есть могила неизвестного солдата, за которой ухаживают школьники. Я очень горда, что именно наша школа взяла шество над этой могилой, ухаживая за ней. Уже традиционно выпускники нашей школы 9 мая возлагают венки к ней. Поверьте, придет время, когда и вы, будучи выпускниками 9 мая, возложите венок на эту могилу. Отдадите дань неизвестному герою. Его имя так и не установлено. Он погиб в 1943 году. Здесь, в небе, был сбит и захоронен местными жителями. За годы Великой Отечественной войны пропали без вести миллионы солдат. Именно многих из них до сих пор так и неизвестны. Их память школьники почтили минутой молчания. Из-за пандемии большинство мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата, прошли в онлайн-формате. Самое активное участие славянцы приняли в патриотических проектах «Марафон памяти» и «Письмо с фронта», зачитывая письма фронтовиков, рассказывая стихотворения о войне. «Почему все не так? Вроде все как всегда, то же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас, наших споров без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».